Всех приветствую на моем канале! Сегодня мы с вами готовим тыквенный суп пюре, который получается просто восхитительный, очень вкусный. Его кушают с удовольствием все, как взрослые, так и дети. Готовится он очень быстро и просто. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Приступим! Понадобится тыква, я уже ее очистила, вот так вот нарезала, здесь у меня 800 грамм, стебель сельдерея, 1 небольшая морковка, небольшая луковица, 2 зубочка чеснока, сливочное масло, я буду добавлять мускатный орех, можно добавить сушеный шалфей или сушеный розмарин, это уже на ваш вкус. Я буду готовить суп на овощном бульоне, можно готовить на курином. Смесь перцев, черный и душистый, растительное масло и соль. Кубиками нарезаем лук, нарезаем мелко сельдерей, нарежем соломкой морковь. Нарезаем мелко чеснок. Суп я буду варить в кастрюле, в которой можно обжаривать овощи. Если вы будете варить суп в кастрюле, в которой нельзя обжаривать овощи, тогда вам нужно будет в сковородке обжарить овощи и потом переложить в кастрюле и продолжать уже варить. Отправляю 1 столовую ложку растительного масла, добавляю сливочное масло, отправляю нарезанный чеснок. В течение 30 секунд обжарим чеснок, отправляем все овощи, обжариваем овощи в течение 5 минут на огне, чуть больше среднего. В течение 5 минут у меня овощи тушились, я их периодически помешивала, чтобы они не подгорели. Вот на этом этапе, если вы овощи тушили на сковородке, вам нужно их переложить в кастрюлю. Отправляем нарезанную тыкву. Наливаем в кастрюлю 1 литр воды. Добавляю в кастрюлю 1 столовую ложку без горки бульона овощного. На кончике чайной ложки добавляем мускатный орех. Добавляйте по своему вкусу. Все размешиваем, накрываем крышкой и доводим до кипения. Суп закипел, убавляем огонь, ставим на средний, накрываем крышкой и варим до готовности тыквы. Суп у меня варился 30 минут, тыква стала мягкой. У вас время может быть другим, все будет зависеть от сорта тыквы. Погружным блендером измельчу. Если у вас нет погружного блендера, можно пропустить через сито. Добавляем соли. Перец черный молотый. Все размешиваем и доводим суп до кипения. Попробуйте еще на соль, на перец, если нужно досолите, доперчите. И суп готов. Вот такой великолепный мы с вами приготовили суп. Он очень вкусный. Это любимый суп моей семьи. Мы с удовольствием его кушаем. Я очень часто его готовлю. Вот такой густоты он получается. Я вас угощаю, мои дорогие. Заходите в гости еще. Я вам буду очень-очень рада. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok